Приветствую вас и мужчина, который вот так поступил, он как минимум не очень хорошо понимает, чего хочет, к чему стремится и куда идет. То есть у вас были отношения, они ему надоели, у него нет все-таки причин, по которым он их с вами разорвал, потому что в противном случае он бы сказал об этом. А раз не говорит, значит точно сам он этого не знает. И видимо сомневаясь до конца в своем выборе, в своем решении, мужчина общается с вами для того, чтобы сохранить контакт, на случай, что захочет вернуться к вам. Так, его желание не обрубать с вами все мосты. Ну в данном случае понятно. Оно связано с преследованием собственной выгоды. И вот здесь очень интересный, ну как сказать, интересный показательный момент, в том плане, что если человек, как мы вот поняли, думает о себе, да, то есть когда он решил с вами расстаться и ничего не объяснил, он естественно оставил вас в подвеченном состоянии. И вы, конечно же, не совсем хорошо поняли его. И, ну хорошо, он ушел, он разорвал с вами отношения, казалось бы. И писать, писать тоже нужно, но это означает, что о ваших чувствах он не думает. А раз не думает о ваших чувствах, значит его волнуют только свои ощущения, свои переживания, свои эмоции. И вот это плохо. Плохо для ваших отношений. Плохо для вас, если мужчина не думает о том, что будете чувствовать его. Просто хотя бы извращение к тому, что с вами было у него общего. И здесь мужчина выступает как эгоист, как человек, воспринимающий вас исключительно как средство. Средство для достижения своих собственных целей и удовлетворения потребностей. И уже столько от вас зависит, хотите ли вы продолжать в таком духе отношения, а до тех пор, пока мужчина вам не объяснит причину расставания и не перестанет писать, он будет подтверждать этот посылат. Или вы все-таки придете и скажете, нет, прости, мне тяжело, мне больно с тобой общаться, я не хочу, я хочу тебя забыть, я хочу жить дальше, ты мне мешаешь. И если либо определить, либо ты со мной, либо ты без меня, я не готов с тобой общаться, ну скажем, просто как друзья. Пока что не готов. Может быть в будущем кто-то изменится, может быть. Но пока, пока вот так. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.